Это Вести Татарстанов, студиал Масхакимов. Здравствуйте. И потекло. Большая вода топит населенные пункты, где в республике введена готовность номер один. С ключами от квартир, но без прав на жилье у застройщика скандального дома в Салмачах осталось два дня, чтобы обжаловать решение суда о сносе многоэтажки. Умные двери и климат-контроль. Новые вагоны метро в Казани. Тревога была неучебной, что стало причиной эвакуации школьников в Челнинской гимназии. Вспомнить последние дни жизни Христа у православных началась страстная неделя. Президент России Дмитрий Медведев сегодня подписал указ об освобождении генерала-лейтенанта полиции Асгата Сафарова от должности министра внутренних дел по республике Татарстан. Указ вступает в силу со дня его подписания, сообщается на официальном сайте ведомства. И только что появилась информация. На официальном сайте МВД России Рашид Нургалиев назначил временно исполняющего обязанности министра внутренних дел по республике Татарстан генерал-майора полиции Рафаэль Гельманова, который с 2011 года занимает должность заместителя министра внутренних дел по республике Татарстан, начальника полиции. Потоки южного ветра прогреет воздух в Татарстане до 19 градусов. Такая погода способствует резкому подъему воды на реках. В некоторых до критического уровня осталось меньше метра. В Алькеевском, Новошишминском, Аксубаевском, Нурладском и Дрожановском районах введена готовность номер один. Напряженная ситуация в Алькеевском. Там прорвало одно из дамб, вода пошла к деревне. Репортаж Инны Даниловой. Это река Шенталка в деревне Нижние Тиганы Алексеевского района республики. Резкое потепление превратило снег с окрестных полей и лесов в потоки воды. Речка вышла из берегов. От лесов вода отошла, значит снег абсолютно большинство растаял. Я думаю, это самый пик, что мы сейчас имеем. Этот затопленный мост второстепенный для автомобилистов, но не для жителей деревни. Ведь на том берегу ферма. Без него невозможно вовремя подвозить корма и вывозить с фермы молоко. Тут мы копаем дополнительную траншею. Потому что весь жалюзи все полный течет. И допустные жалюзи открыты. Но все-таки поток большой, не справляется. И мы сейчас дополнительную траншею делаем глубину 2 метра. Вода немножко стихнет. Потом мы сразу закроем дорогу, откроем это движение. Автомобильный мост у деревни Нижние Тиганы также оказался под водой. Причем форсировать эту водную преграду по дороге в Казань и обратно отважились далеко не все. Вы не рискнули сейчас поеду? Нет, конечно. Это же низкое. Сейчас заглохнет, там останется. Не опасаясь заглохнуть, это место проезжали только большегрузы и фургоны, а также велосипедисты-экстремалы из числа местных жителей. Отчаянная попытка последовать их примеру, авто поменьше, прямо на наших глазах потерпела фиаско. Еще сегодня утром воды здесь было так много, что владельцы легковых машин даже не пытались проехать через этот затопленный мост, а сразу разворачивались и ехали в обход. Но к обеду вода немножко ушла, и некоторым автомобилистам повезло. Хотя, как видите, далеко не всем. По словам представителей местного исполкома, потоп начался накануне во второй половине дня. Максимальная глубина в этом месте тогда была более метра. Сегодня к полудню спало до 60 сантиметров. Работают два бульдозера, два мотопомпы КАМАЗы, электромотопомпы еще работают маленькой мощности, которые выкачивают воду из подвалов домов. Также работают четыре экскаватора, ну и таким образом пять мобильных групп. Техника задействована еще и в поселке Алексеевское. Там из-за прорыва дамбы в воде оказались минимум полтора десятка домов. Затопило огороды и погреба. Жители стараются сохранять оптимизм. Нет, все нормально, ничего не пострадало, ничего не скотину не затопило, ничего не... Нормально, нормально. Бороться с большой водой, которая со всех сторон пришла в Алексеевский район, продолжат и завтра. Такого разлива талых вод, говорят в районе, не было уже года три. Инна Данилова, Илья Шорин, Вести, Татарстан. Неспокойно и в Елабужском районе село Большой Шурняк уходит под воду. Вышла из берегов местная река. Дамба не справляется с большим потоком. Несколько жильцов эвакуировали. Все подробности по телефону нам сообщили наши коллеги из Елабуги. В результате резкого потепления талые воды хлынули в речку Шурнячка. Трубы на плотине не справились с таким количеством воды и льда. В результате река хлынула в село. Затопило уже четыре частных дома. Жители говорят, что такого здесь давно не было. Обычно затапливало лишь подвалы. Сначала они пытались бороться с половодем самостоятельно, откачивая водонасосами и сооружая канавы. Сейчас в селе работают сотрудники МЧС. Они пробивают асфальт, чтобы прочистить трубы. Присоединились к ним и спасательные отряды. Несколько человек пришлось эвакуировать. Автобусы, которые ходили между деревнями Шурняк и Дюмдюм, ориентировочно начнут курсировать только через три дня. Людмила Губянова специально для вести Татарастана из Елабуги. Проблемы есть и в Казани. Не везде справляется ливневая канализация. Вода заполнила ямы, в которой провалились горожане. Такую картину можно было наблюдать на улице Восстания возле дома номер 49. На глазах мобильного репортера в скрытую ловушку угодили казанцы и оказались по пояс в воде. Судя по глубине этой ямы, здесь может утонуть ребенок. Потоплены столичные поселки Аметьево, Кадышево, мирные малые клыки. Оттуда за сутки спасатели приняли десятки заявок об откачке воды из подвалов. Многие дороги сейчас больше напоминают каналы, в них глохнут машины. О строительстве жилья для участников Великой Отечественной и президента Татарстана Рустами Неханов говорил сегодня с лидерами ветеранских объединений республики. Им предложили высказать предложение по реализации этой программы. Также обсудили подготовку ко Дню Победы и другие вопросы. Живут в новом доме, который могут снести. Сегодня Вести вновь возвращается к теме скандального здания в поселке Салмыч. На этой неделе должна решиться его судьба. У застройщика осталось два дня, чтобы обжаловать решение суда о сносе. В противном случае больше десятка семей могут остаться на улице, хотя они заплатили деньги за новенькие квартиры. Что намерены предпринять строители и как настроены жильцы, об этом наш корреспондент Эльмир Заляев. И вот заключение. Это касательно оценки строительного решения. В разрешениях и официальных бумагах они разбираются уже не хуже юристов. За те полгода, что идут разбирательства в суде, у каждого жителя накопилась целая папка документов. Вот только главного листа у них нет. Свидетельства о праве на собственность на квартиры получить не успели. Домом заинтересовалась прокуратура. Прокуратура в основании своих требований приводила три довода. Первый – это жалобы жильцов соседних домов. Второй – это недостатки касательно мощности для газа и электро и водоснабжения. Тоже все это известно. Ну и третье, это как бы нарушение строительства. В итоге суд вынес решение. Четырехэтажка построена незаконно, ее нужно снести. Несостоявшиеся новоселы обошли все инстанции. В папках письма от управляющей компании, которая готова обслуживать дом, заключение водоканала и согласие жителей на соседство с многоквартирным домом в коттеджном поселке. В борьбу вступили все 16 семей. Это жилье, которое мы реально можем себе позволить. Вот на те деньги, которые мы собирали достаточно много лет. Не за один день и не за одну зарплату, а за многое количество лет учительской работы. С маленькими детьми ютимся в съемных квартирах, взяли ипотеку, чтобы купить эту квартиру. И вот сейчас такая ситуация, мы просто не знаем. Мы уже платим ипотеку, платим за съемную квартиру. И вот сейчас мы просто в шоке. В прокуратуре говорят, эта ситуация – результат хитрой схемы. Застройщик оформил землю под индивидуальное строительство, а вместо этого возвел многоэтажку безо всякого на то разрешения. Его не продали. Если кто-то за него отдал деньги, то пусть того, кому он деньги отдал, эти деньги назад требуют. То есть дом – самовольная постройка. Режим у самовольной постройки такой же, как у любого запрещенного к обороту вещества. То есть он не является предметом гражданских правоотношений. Застройщик госпожа Дюрбина комментирует это иначе. У нее с документами все в порядке. Но если что-то пойдет не так, разговор с жильцами будет немногословным. Ввелось индивидуальное жилищное строительство с соблюдением со всех норм градостроительных, с соблюдением зон застройки. Все строительные нормы были мной соблюдены. Если что, как бы им деньги будут возвращаться, они подкладывали? Ну, а юридический вопрос все к адвокату. Будет ли подавать апелляцию на решение о сносе, не ответила. Срок обжалования истекает 11 апреля. А вот жильцы, если дом начнут сносить, они все равно не покинут свои квартиры, за которые заплатили немалые деньги. Фульмира Заляева, Тимур Гатаулин, Вести, Татарстан. В Казанской подземке будут курсировать вагоны нового поколения. Составы привезли сегодня и показали журналистам. Русичи пройдут месячную обкатку и выйдут на линию. Поезда отличаются от предшественников климат-контролем и умными дверями, которые не позволяют травмировать пассажира. Благодаря новым составам ожидание электрички сократится с 5 до 3 минут. Покупка обошлась в 700 миллионов рублей. И еще о столичном метро. Мэрия объявила конкурс на название трех будущих станций. Все они расположены в Заричи, и у них пока рабочие имена. Условия, как стать участником, знает Ксения Жаркова. Эта станция откроется только в следующем году, но она уже успела сменить два названия. Первоначальный вариант «Заводская» не приглянулся жителям. Тогда переименовали на авиастроительное. Но это временно. Станция может открыться под другим именем, тем, которые выберут казанцы. Вот у нас здесь парк «Крылья Советов». Может быть, так бы и назвали. Соцгород. Почему? Ну, потому что он, это, соцгород. Заводская. Здесь больше заводов. Два завода рядом. Придумать название для трех строящихся станций метро предложила администрация города. Прислать свой вариант можно на сайт мэрии. Народные выборы стартовали пару дней назад, но на интернет-страничке уже больше 600 комментариев. Это строительная мечта. Станция, о которой мы так долго мечтали. Или станция счастливая. Но таких мало предложений. В лидерах голосования исторические привязки. К примеру, станцию возле московского рынка предлагают назвать «Кизическая» или «Удельная Слобода». А вот метро возле железнодорожных путей, по мнению казанцев, должно носить имя «Северный вокзал». Предложить свое название можно до 15 апреля. Далее сбор подписей закроют. Ну а после для каждой станции выберут по несколько самых популярных ответов. И казанцам нужно будет выбрать одно путем голосования. Победители станут известны 16 мая. Ксения Жаркова, Павел Прищепов, Илья Шурин, Вести, Татарстан. Сегодня по тревоге были подняты спасатели набережных Челнов. Они выехали на пожар в 54-ю гимназию. Эти кадры нам прислал наш телезритель Фалгат Каримов. В здании загорелся пол спортзала. Сообщается, что в это время уроки там не проводились. Помещения и коридоры заполнились дымом. Весь персонал и ученики были эвакуированы. Это почти 600 человек. Пострадавших нет. Сейчас дознаватели выяснят причины возгорания. Росстранснадзор приостановил полеты на вертолетах Белл-407, которые использует компания Акбарс Аэро. Ограничения будут действовать до тех пор, пока не установят причины крушения судна в Альметьевском районе 6 апреля. Тогда погиб пилот. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Сегодня у православных началась страстная неделя. Ее называют самой скорбной в году. Верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа. Сегодня суд у нас крупный бой. Ковар Раевского монастыря Людмила Горшкова готовит особенную трапезу. Как и в прошлой неделе на столе только постные блюда. Но с этого дня запрещено даже растительное масло. Второе тоже у нас без масла. Например, если сегодня рожки, то мы даем или с кетчупом, или с соевым соусом. Повара уже задумываются и о праздничном меню. Подсчитали, для изготовления главного угощения Пасхи нужно купить 20 килограмм творога, покрасить 200 яиц. Это только для первого дня праздника. И еще 500 на пасхальную неделю. А православный человек верует, что принимает тело Христова, и вино превращается в кровь Христова. Ну, как гор, который мы слушаем. В пекарне работа не останавливается ни на минуту. В духовках подрумяниваются просфоры, постный хлеб для богослужений. К Пасхе нужно приготовить 2000 штук, чтобы хватило всем прихожанам. Каждый день Страстной недели повествуют о событиях земной жизни Христа. Сегодня, к примеру, верующие вспоминают иссушение Христом бесплодной смоковницы. Она символизирует лицемерную человеческую душу, не приносящую плодов любви и веры. Страстной седмицы, конечно, когда человек спохватывается и опять начинает ограничивать себя в еде, это Богу не нужно. Бог требует, чтобы мы любили ближних, как самих себя. Каждое доброе дело значит гораздо больше, чем не съеденный тобой какой-то кусок пирога или стакан молока. Главное в Великий пост очищение не столько физическое, сколько духовное. Забыть о дурных помыслах и деяниях и делать хотя бы по одному доброму делу каждый день, чтобы великий православный праздник Пасху встретить с чистой совестью и светлым разумом. Тарья Турцева, Айдель Медубаев. Вести. Татарстан. В эти минуты в Камаловском театре проходит творческий вечер Разиль Валиева, заслуженного работника культуры России и Татарстана. Он получил еще одно звание народный поэт. Творчество Валиева знает во многих странах мира, и его стихи легли в основу многих песен. Сейчас в театре работает Карина Насруддинова. Она присоединяется ко мне в эфире. Карина, здравствуйте. Мы ждем от вас подробностей. Здравствуйте, Алмаз. Асразилия Валиева называет одним из самых ярких и самобытных писателей Республики. В его творческой копилке около сотни песен, пьес и более 50 книг, выпущенных на разных языках мира. Высокая духовность, тонкий лиризм и глубокая философия. Вот за что творчество автора почитают и далеко за пределами Татарстана. Мой творческий отчет должен быть не только отчетом для меня, он будет и планом на будущее. Я сегодня должен почувствовать, как относятся к моим стихам, к моим песням, к моим зрителям, к моим читателям. Выставка в фойе театра открыла вечер. Посетители смогли купить диск, книгу поэта и получить его автограф. В программе вечера песни и стихи автора в исполнении популярных артистов, звезд эстрады, актеров Камаловского театра и, конечно же, самого виновника торжества. На праздник приехали друзья и земляки Розилия Валиева. С поздравлениями на сцену поднялся председатель Госсовета Республики Фарид Мухаммедшин. Сейчас концерт уже подходит к концу. Кульминацией вечера стало выступление государственного ансамбля песни и танца Республики. На этом у меня все. Алмаз. Спасибо, Карина. Наш корреспондент рассказала, как сейчас в Камаловском театре проходит творческий вечер Розилия Валиева. Итоги дня подведет мой коллега Алексей Фиканов. Он выйдет в эфир в 0 часов 50 минут. Хороших вам вестей. До встречи на канале Россия. Субтитры сделал DimaTorzok